Так, подожди, что это такое? 438. Хорошо, сейчас я попробую. Так, в видосе про корабль на пятой минуте четвертый чел, оператор Дима. И, скорее всего, он эти звуки издавал. Ой, не знаю, не знаю, не знаю. Просто попробую. Ну, просто попробую. Мало мне не понравится. И что мне потом должны делать? Ну, если не понравится, платить не буду. Если понравится, заплачу. Как это? Что это за магазин? У нас не рынок. Да? Да. Ой, ненатуральный шоколад. Мужчина, что вы делаете? Ксюша, у нас товар, глянь, весь пробует. Я не понимаю вообще, что это такое. А вы пробили? Он еще даже не оплатил его. Ну, а пусть плачивает. Я сказал, сейчас я попробую, оплачу. Не, ну как, ну вы же кидаете, плюетесь. Я не понимала вообще, что это такое. Ну, такой у меня принцип. Сначала пробую, потом плачу. Как понять принцип? Вы же не на рынке, вы в магазине. Ну, я везде так делаю. Ты снимаешь на фазе? Ой, бля. Это ужас. Не. Само собой, блогер товар не пробует, а только делает вид. Такой товар мне не нравится, кажется, за него платить не буду. Вы просто не будете платить. Ну, не нравится он мне. А вы понимаете, что вы все это открыли? По вкусу. Не оплачиваем. Что ж поделать? И как быть? Не знаю, как вам быть. Как понять, как мне быть? А вам как быть? Я за этот товар платить не буду, я говорю. Вы пришли не на рынок, во-первых, где можно пробовать. Вы пришли в магазин. Бля, лягушка квакает где-то. А я везде пробую. Зачем же я буду платить за невкусный товар? Я вам еще раз говорю, вы не на рынке. Ну хорошо, я не на рынке. Будьте добры, оплатить вы не на рынке. Вызлать ты, ебаная, бля. Не буду. Спасибо, что Ник нормально читать научился. Чатик. Люблю меньше, чем три. Спасибо, Анна Бяка, тебе за 120 рублей. Ну добр. И что делать? Пусть идет. Можно идти? Пусть идет. Оставьте сок. Зачем? Оставьте сок, пожалуйста. Сок уже ранее куплен блогером в данном магазине. А, нихуя себе. Меньше, чем три. Мамка-мамонта, спасибо. Да, блядь, ну хватит голосовые сообщения. Все, я вырубаю донаты. Потом послушаю. Зачем? Ну вызывайте, если хотите. Подождем, где полиция. Да зачем я ждать-то буду? Вы его не оплатили, он вам не понравился. Да это мой сок, что вы делаете, женщина? Он вам не понравился, вы сказали. Вы его не оплачивали. Да это мой сок, что вы делаете, зачем вы мне забираете сок-то? Вы понимаете, что вы его не оплачивали? Для чего вы взяли, что я его не оплатил? А? Не понимаю. Отдай, отдай. Ладно, я тогда пойду еще покушаю. А то я что-то не наелся. У вас что, как это? День и билет или что? Все, может быть. Я пойду еще покушаю. Ложите все. Положите товар. Положите товар. Зачем? Заредь-ка ее, положите товар. Я похожу по магазину, покушаю и все. И пойду. Ну раз вы мне разрешили не платить, я пойду еще покушаю, хорошо? Давай, вообще. Вы же сами разрешили. Можете идти, можете не платить. Заредь-ка ее. Я вам сказала, положите товар на место. На кассу поставить товар. И можете идти дальше. Вот, я вам мафию оставил. Я вам мафию оставил. Давай, Лиз, поставьте. Нет, спасибо. Девушка, а меня снимать не надо, у меня разрешение. Спасибо. Для съемок. Да ладно, вас никто не снимает. Да. Фиксируют на видео, наверное. Давайте, ребят, ставьте товар. Бля, ну как обычно, со своей этой разрывной, блядь, профиксацией. Так, не наглейте. Да мы не наглеем, мы покушаем и все, мы вас не трогаем. Я не понимаю, у меня вообще с головой как, нормально? Товар положите. Да я что, покушаю и все. Да что вы не толкаете за женщину? Да ничего, отвалите. Вообще вы мой товар забираете, женщина. Он не оплатил, он не твой. Да это мой товар, зачем вы меня воруете товар? Ты из рук прямо выбрала. Вообще что с головой его? Не в порядок. Зачем? Я тебе телефон разобью, если ты еще меня газ снимешь. Ого. Разбей. Я сейчас телефон разобью. Ну давай разбей. Вообще с приветом что ли? Да смотри, ребят, ты с приветом капитальный. На пару. Где мой товар-то? Прекратите, молодой человек. Да я товар хочу попробовать дооплатить потом его. Нет, нет, давайте вы платите. Зачем вы у меня забираете товар? Эй, бать, драка за сушки. Прекратите, упаковку портите. Да зачем вы меня забираете? Вот вы ломаете его, понимаете это? Вы что, блин. Я сейчас попробую дооплачу. Вызови ее за вами, говори. Пусть милицию вызови, пускай ровный рука так будет. И за одну полицию, психушку. При этом. Ты что творишь-то вообще? Ты что творишь, говорю? Да зачем вы ломаете? Я говорю, что ты делаешь вообще? Положи товар. Зачем вы ломаете? И что, твари? Ладно, я это возьму. Положи товар. Положи товар. Вы только что схватили, вы испортили. У тебя вообще с головой нормально? Угощайтесь. Хотите? Нет, спасибо. Почему? Оплачивай сначала. А знаете, когда сахарок появится, подобрейте. Положи. Ну не хочется. Что сушки ест сам венецианский потрошитель? Женщина. Я уже хорошо думаю, у тебя с головой в порядке? Значит поем я хорошо. С головой в порядке? Собачку сейчас угощу. Сними маску-то. Покажи личико. Без мас. Чтоб я знала. Без мака. Да в маске меня все равно никто не найдет. Да? Сейчас покушаю, побегу, конечно. Кипец. Я таких шимилий. Сокарка пока не работает, ребят. Пройдите вот на эту карту. Хотите? Поставь. Ну хотите, я вас угощаю. Нет, спасибо. Вот сама не хочет есть, а продать предлагает. Положи товар. Я еще пойду покушаю. Товар положи. Хотя нет. Я это еще не буду брать, а это возьму, попью. Положи товар. Да почему? Напомню, сок купленный ранее в данном магазине. Само собой, да, настолько просрочен. Зачем вы меня трогаете, женщина? Положи. Да что вы меня не выпускаете? Понимаете, что вы его не оплатили. Да чего вы взяли? Ебать, она хватает. Чего вы меня трогаете? Деньги вы мне еще не отдавали. Да я оплатил этот товар. Давай, 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 давай. Давай оплачивай. Оплачивай товар. Зачем? За редькой. Интересно. За какой редькой, я не понимаю. И тут она попыталась сорвать маску с операции. Диме масочкой, глючитай. Руками трогать не надо? Ааа. Что творишь? Бабка, ты что творишь? А что ты? Бабуль, блядь. Ты что творишь? Ну начинает опять за живое, блин. Бабка, ты что творишь? А ты что творишь? Ты что руками людей трогаешь? Сынок, ты что творишь? Работ надоел. Бабуль, материться еще. Внучек? Она сказала. Вообще, офигели. Типичная бабушка-хабалка, который ни стыда, ни совести. Сынок, ебаный. А тебе не стыдно, внучок? Это тебе должно быть стыдно, бабуль. Тебе не стыдно? Тебе должно быть стыдно, бабуль. Пошел ты, знаешь, куда? Куда, бабуль, скажи. Ну ты же материшься, бабуль. Вы вызвали милицию. Я вызвала. Я напишу заявление. Милицию вызвали. Бежать, наверное, надо. Все обращается на них вниманием. Придумки это дают. Что один, что второй. Зачем вы так своих коллег оскорбляете? Тебе что, заняться, что ли, нечем было? Да я думаю, что... Пришел сюда нервы потрепать. Да я думаю, что кушать. Ты хватаешь. Ты хватаешь. Нечем было. Ты девочку, молодую, за руку хватаешь. И ты мне еще что-то говоришь, что я не прав. Ты материшься в магазине, представитель за магазин. А ты не прав? Ты испортил весь товар? Да я кушаю просто, и все. Я, может, сейчас оплачу все это. В кафе сходи, покушай. Нет, в кафе мне не нравится. Почему? Не люблю кафе. Тогда дома попроси свою девочку приготовить тебе покушать. Из продуктов из магнита? Чтобы ты в магнит не ходил и не портил товар. Готовить из этих продуктов я не хочу. Я их просто бесплатно поем. Зачем? Я просто покушаю, пойду еще, значит. Вкусно же, ну. Сейчас вот эта бабка, мою девочку, оператора Настю, пыталась камеру у нее выхватить, за руки дергала и... Вкусно же, ну. Сейчас вот эта бабка, мою девочку, оператора Настю, пыталась камеру у нее выхватить, за руки дергала и маску пыталась спустить. Видимо, хотела на камеру ее лицо показать. Тут прям стол настоящий кухон. В этом просрочке, блядь. Давай, давай. Тарелочку принести? Да, можно? Серьезно? Ну, сходи, там где-то одноразовые были. Тарелочку и вилочку. Тоже просроченные, наверное. Зачем же буду скрывать тарелочки-то? На ту кассу продите. Чекни инст. Элик герл раша. Да, я уже чекнул, я в курсе. У меня тут это... Понятно. Мероприятие. Веселое веселье. Да. Пир на весь мир. С неадекватным. На весь мир. Это вы неадекватные, ребята. Работать нужно идти. Чьих годах. Они вот этой фигней заниматься. А какой фигней я занимаюсь? Магните надо идти работать? Магнитарно ты фигней занимаешься. Ну, какой? Почему фигней? Все поперепробовала. Еще нет. Еще нет? Вот когда весь магазин попробую, тогда все, успокоюсь. Давай сходи. У тебя, смотри, уже руки дрожат, Сталин. Да, больно? Опять у него руки трясутся. Открыть не получается. Открыть зубками. Надо открывашку. Мои зубками. Твоими? Своими. Нет, свои зубки я портить не буду. Своими. А твои не жалко. Из них такие плохие слова вылетают, что не жалко. Ладно? Че ты рисуешь? Таким вот образом вы зарабатываете деньги, да? Деньги таким образом зарабатываете вы? Портят товар. Сейчас приедут полицейские, нагнут, меня оштрафуют. Все как в ваших лучших фантазиях. Пора, наверное, бежать из магазина. Ага. Выход. А потом я буду записывать видео, что Артема Вульф судят по статье, которая уже, собственно говоря, еще была неактуальна. На тот момент ее не было, не существовало. И вообще закон обратной силы не имеет. Конечно, выход завален. Свободу Артему. Беспредел. Он боролся с просрочкой, а его посадили. Что это такое? Травят людей. Куда ты пошел? Заперто. Хочешь сбежать, чтобы не вдыхать пары магнита, и не можешь. Кофеек возьмем. Вот, например, такой прекрасный кофе. Я думаю, вы сами понимаете, в чем разница. Вакуумная упаковка. Тухлый развакуум. То же самое. Аж два подряд тухлых. И вот один нормальненький. Здравствуйте. Оля, бля. Хуя. Это причем даже не Росгвардия. Полицейский сразу приехал. Полиция Денидов. Что у вас тут происходит? Грусть, печаль, доска. Ну, понятно, этот, который справа полицейский походу узнал. Пробую все. Ничего не нравится. Может быть товар просроченный? А, да, бля. А, может быть. Ну, я глупый покупатель, я не умею считать вообще сроки годности. Не устраивает, короче, может, да? Да. Обычно магазины у сотрудники умеют считать, но они тоже не умеют, мы выяснили считать. Бля, ну это хуйня, неинтересно, когда полицейские узнают, бля. Может, сразу лучше другой выпуск тогда? Ну, давайте тогда вызовем сотрудников. Участкового? Участкового, да. Он уже сценарий знает все, бля. Решение. Отличное решение, мы ждем. Опа. Еще раз вакуум, икорка, новая Путина. Или Путина. А что просрочит? Страмена свежая. Видимо, сушки Путина. А, свежая. О, друзья, выход. Наконец-то эвакуационный выход нашли. Как здесь воняет. Фу. Пипец, тут воняет. Там труп, наверное. А, вон выход, да. Ничего не попутал? Так выход же. Вышел. Вот значок выхода. Вышел, еб ты, бля. Эй, 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 эй. Что материшься, что ты трогаешься? Ты же, я тебе сказала отсюда. Что ты материшься, зачем? Вышел. Ты работи на жилищной веке. Ты что делаешь, что? Убрал вас. Убрал вас. Убрали его отсюда. У меня здесь сейф, у меня тому подобное. Скажи, где можно посмотреть эвакуационный выход? Где? Где можно план посмотреть эвакуации? Где? Покажи, пойдем. Далее. Ну, пойдем, покажешь. Далее. Смотри, тебе говорю. Пойдем, товаровед Ксения, ты мне покажешь. Вот так, нахуй, да. Вот. И это представитель магнита. Ого. Уволить представителя магнита. Что я еще могу сказать товароведа Ксению? Вышел отсюда. Так ты скажи, как понять, что служебное помещение? Это я у тебя спрашиваю. Здесь не служебное помещение. А что это, выход? Здесь мое помещение. А, твое помещение. Жилое, наверное, живешь здесь. Да, живое. Так это проникновение в жилое помещение получается. Так вот, что воняет тогда. Статья уголовная. Здесь жизнь. Живешь здесь? Да. Тут воняет, капец, друзья. Ну, скажи, где можно посмотреть план эвакуационный? Что, действительно, служебное помещение? А, это же не служебное помещение, ну ладно. Ходи, ходи. Можно, да? Ходи, ходи. Так я спрашиваю, ты объясни, можно или нет где-то узнать, что это эвакуационный выход или что это вообще? Вот как с такими общаться? Может, вы мне подскажете? Я вас вежливо прошу. Где можно посмотреть план эвакуации? Не могу вам подсказать. Чтобы просто понять, что это эвакуационный выход или что? Я понимаю. Я вижу вот табличку выход просто. Больше никаких опознавательных знаков я не вижу. Директор подойдет пока что там? Товаровед или директор? Нет, директор сейчас подойдет. А она там живет, да? Или она нас обманула? Товаровед? Да. Она живет в дом. Каждый все дома живет. Почему она там? Обманщица. План. Друзья, ну, собственно, все, как я и думал. Смотрим план. Выход. Прям даже показано. Эвакуировать людей. Вот мы сейчас здесь. Вот подсобное помещение или что это? Выход. То есть нас пытались обмануть сейчас. Нас Ксения пыталась уже несколько раз обмануть. Что это не выход? Что же у вас, товаровед, такая врунишка? Там прямо написано, что это выход эвакуационный. Друзья, тележка наполняется. Еще чуть-чуть просрочки от нашего активиста. Как бы детский сок, детское питание, то есть просроченное, мы уже приобрели. То, с чем они нас не выпускали. Неплохо, неплохо. Показываю. До 27.02.21. Сок для детей старше трех лет. Сегодня у нас 11.03.21. 18.13. Это у нас магазин Магнит по адресу Тульская область. Еще... Тульский пряник? Приобрел, надеюсь? Ебать, что? Скидка 99 копеек. Вау. Охуеть, сок за 170 рублей. Я вах. Шокинский район, город Шокино, улица Ленина, дом 52. Красавцы. И вот эту красоту покажу вам сейчас. Смотрите дату. 17.05.19. То есть от 19-го года. И срок годности, какой вы думаете? 12 месяцев. Больше, чем на полгода просрочено. Вот такой сок на полу стоит. Непонятно. Дарью. Что он тут делает? Дарью. Что разлито? Уронили, наверное. Ну, подберем. Друзья, вот курочка. Должна лежать в холодильнике. Лежит по факту так. И неизвестно, сколько же она лежит уже. Что не так лежит, что вам? Я только перезла выкладывать товар. Курочка лежит. Так убирайте, чтобы она в холоде лежала. Дарья, это нехороший, ведь товар нарушен походу. А ты нехороший. А ты нехороший. А ты нехороший. А я бы нюхал. А я бы нюхал. Искренние эмоции, что они делают с нарушителями. По мнению магазина или по их мнению нарушителями. Но, как есть, так есть. Друзья, ну вот тухлый развакуум. Вообще просто. Как мне тут недавно писали шутку в комментариях. Уважаю рыб, которые добиваются лучшей жизни. Которые начинают дышать даже в упаковке. Вот свой морской коктейль. Тоже развакуум, само собой. Тухлый коктейльчик. И второй тоже развакуум. А вот каким он должен быть. Давайте колу проверим. Пока ждем участкового. Ребят. Ау. А можно знать? Ну. Вот вы снимаете. С какой целью? Мы не снимаем. Мы фиксируем на видео. Да. А ради какого удовольствия снимаете? Для себя. Люблю фиксировать все свои действия в жизни. А кто вообще, блядь? На камеру. Какой-то, блядь, это чел непонятный. Сталкер пришел. Ну, это же, конечно, не киносъемка. Площадка, не киноплощадка выручу снимать. Это киноплощадка как раз, самая натуральная. Только на таких тухлых площадках надо снимать кино. Ну, нет такой вопрос. Но? Мне вот сейчас сказали, что вы пробовали продукты, которые... Да, да. Так, оплатите за них собираетесь? Нет, конечно. Почему? Не хочу, желание такого нет. А вы уже испортили? Ну, все, значит. Сейчас полиция приедет, нагнет меня, отвезет в отдел на 48 часов. Ну, и что? Ну, и все. И потом вы ставите голову в этом? Естественно. Нет, мы не опубликуем. Но я отдам Ютубу, а он, скорее всего, опубликует. Только с тем вопросом, то, что вы покупали, ну, в смысле, не покупали, а пробовали на продукты, на, так сказать, на вкус, вот. Вам придется или заплатить, или ждать участкового. Так, а мы и ждем участкового. Что, у вас будет составить? Да, да. Ну, друзья, собственно, на два месяца кола просрочена. До 22.01.21. Берем следующую. Вообще красота. До 08.11.20. Следующая. До 22.01. Это что? Аттракцион невиданной щедрости от магнита? Аттракцион невиданного тухляка. До 11 месяца 20 года. И это до 1. Бля. Вся кола, по сути, просрочена, что ли? Глянем глубже. До 09.00. Друзья, просто до сентября месяца стоит просроченная кола в холодильнике. И я почему-то уверен, что они до лета бы ее так и не убрали. А потом вы пришли бы, когда жарко было. И выпили. И на туалете. А еще хуже в больнице. А еще хуже, если это будет ваш ребенок. Вот до сегодняшнего дня, до 11. Вся просрочена. Походу, свежий напиток в магните найти сложнее, чем просроченный. Вся Пепси с нижнего ряда оказалась просрочена. А когда другие, если... Здравствуйте. У нас очень не город. Что у вас произошло, расскажите мне. Ну, вызывал, изначально, скорее всего, сотрудник магазина. Поэтому узнаете у них, какие у них ко мне претензии. Может, они заявление на меня будут писать. А, они вызывали в полицию? Да, они вызывали. Потом уже я дам свои объяснения, дам свое заявление. Для начала давайте разберемся, какие у них ко мне претензии. Да, я не сомневаюсь, что они не умеют считать сроки годности. Но я думаю, полицейские умеют. Если мы сейчас вместе посмотрим, я думаю, он сможет разобраться до какого числа, что угодно. Вот. Если они не умеют, ну что поделать? Грустно, чтобы в магазине такие работы сотрудники? Ну, вы в данном месте заявление будете на них писать, да? Естественно. Бля, ну... Пойдемся, наверное, на кассу. Не, ну эти полицейские шарят. Так неинтересно. Где агрессия, где незнание законов? Ну, я, конечно, считать плохо умею, но да. Скорее всего. Это вы смотрели, правильно? Вы брали? Да, я брал только что. Где тут срок годности? А вот сверху. Вот снизу изготовлено, сверху до какого? До 08-го, 02-го. Это хорошо, что такие полицейские есть. Ну, да. Я не знаю, свежие это или просрочено, но мое чутье мне подсказывает, что срежки просрочено. Интересно. Ну, тут, в принципе, все, да? Да, все так. А вы будете, да, писать заявление, то, что товар попрежден? Меня оскорбили, что он, не оплатив товар, он... Просто кто? Полицию, кто вызывал? А, бабуля-то оскорбляет. Бабуля? Да, бабуль. Потому что он хотел выйти с соком на улице. Так это мой купленный сок, у меня чек на него есть. Я на первой кассе у вас его купил. Ну, а чек почему вы не покупаете? А еще, что мне надо вам показать. Вы меня спросили хотя бы про чек? Вы мне даже не спросили его, вы просто меня хватать начали за руки сразу. И что? Я сказал, что он у меня куплен. Я сказал, что это мой товар. Я вам несколько раз это сказал. У меня там, это школьник стоит или кто там? Это не говорили. Подожди, это что такое, нахуй? Там школьник, росгвардеец, полицейский, блядь. Или это какой-то мужик, я не понимаю. Бабка? Тетя? Да это мой сок, что вы делаете? Да это мой сок, что вы делаете? Да я оплатил этот товар памятью проблемы. Да в любом случае, хорошо, хорошо. Даже если бы так, он просрочен в любом случае, он не имеет хозяйственной экономической ценности. Они здесь стоят. Как только вы перестанете травить граждан, мы сразу пойдем на завод все. А, просрочка это так, да? Какая просрочка? Сладость. Да вот корзина целая. Тележка. Да я что? Там никого нет. Да вон есть. А завод. Там же просрочка, мы каждый день снимаем с утра. До сегодняшнего дня. То есть вчера ночью должны были убрать. Вот сок, который я купил. До 27.02. С которым я и хотел выйти. Куплен, бабуль. Хорошо, мне чё. Почти в школу не куплен. Не-не-не. Не надо мне в ныжком нажать. Бля, реально летающее лицо школьника. Шапки черной. Бабуль. Полицейской форме, блядь. Они должны внимание обращать, даже не спрашивают. Ну школьник, а почему у вас полицейская форма? Вы кто вообще? Не дай судьба такой бабуля. Батюш, руки детальные вам. Ксюш, ты посмотреть хочешь? Я смешаю, то посмотрю по конь сейчас. Да ладно тебе, Ксюш. Ты не спишь. Судя по твоему поведению, ты это обратно выставишь. Почему это знает обратно? Ну потому что, Ксюш, ты так себя ведёшь. Ксюш, вы не оскорбляйте просто. Не-не, она до этого мне матом говорила и факи показывала. Не, не оскорбляйте, сотрудник. На-на-на-на-на-на-на, блядь, я решил ставить свои две копейки, блядь. Какое оскорбление? Ксюша, это оскорбление, что ли? Магазина, они ни в чём не виноваты. А кто же виноват? У них есть руководство. Она и есть руководитель этого магазина. Как, кстати, я оскорбил? Ксюшей назвал. О, друзья. А вот и клад мы нашли. Закладка магазина Магнит с кухонным товаром. Детский сок с 12 месяцев. На секундочку. С 12 месяцев детский сок. И со сроком годности до 27-го, 01-го, 21-го. Больше, чем на месяц просрочен детский сок. Вот так купите вы своему годовалому ребёнку сок. А потом с отравлением в больнице. Ещё просрочно. Ещё. Поход, вся партия детского сока просто просрочно. Да, они издеваются просто. И это с учётом, что женщина на кассе сказала, что они каждый день проверяют. Ещё два просрочены. Артём. Артём, смотрите, сейчас приедет следственная оперативная группа. Просто она далеко находится, скрапивная. Будете ждать в любом, правильно? Да. Я так понимаю. Вот. Приедет, тогда принят от вас заявление. Вы как хотели заявление? Да, заявление. Заявление, объяснение, примерно. Минус деть. Всё как было. Хорошо. Если надо будет, там, может быть, помощь. Ну, с камер видеонаблюдения там снимут, как шо. Да без проблем. Как бы это необходимо. Сколько примерно ждать? Вы скажите. Мы не местные, мы не знаем, сколько этого. Ну, я понимаю, ну, примерно в течение часа. В течение часа. Это же не так, как бы, да. Ну, всё равно, как бы, я смотрю, так понимаю, дальше смотрят. Да. Ну, всё, тогда. Если что, как нужно, какая помощь сейчас нет? Сейчас нет. Главное, чтобы приехали, чтобы нас не обманули. У нас такого не бывает. У нас всё всё равно в меню. Сейчас регистрацию можно уже есть. Отлично. Всё, тогда ожидаем. Опять просрочено. Да что ты будешь делать? А вообще, свежий есть сок с яблоком? Я вообще не понимаю, что тут происходит в этом магните. Не понял, блядь. Ну, в принципе. Кто, блядь, за шо? Что за хуйня, я не понял вообще? Это что такое вообще? Это как вообще понимать? Что это за говно? Что это вообще за слово? Объясните мне. Я не понимаю, блядь. Что это такое? А? С таким товароведом неудивительно. О, полицейскому кто? Это что-то сомнительного качества, не имеющее ценность. Слово шмурдяк имеет украинские корни. И ранее используется для обозначения суррогатного алкоголя. Да охуел, что ли? Вы видите их отсюда. Друзья, не знаю, следит кто-то здесь за сроками годности или нет, но вот целая партия просроченного детского питания с 12 месяцев. И ещё вот чуть-чуть от активиста от нашего. Ну как чуть-чуть? Ну как чуть-чуть? Нормально так. Хулиганство, говорят. Не оплатив товар, человек упробует, кушает. Это разве можно? Заплати и кушай. Дежурная группа сейчас приедет, она и от вас примет заявление. Сколько вам? Мелкая хулиганство мне вменяют. Нет, а как ты считаешь? Не, я не против. Вы можете думать всё, что хотите. Я считаю, что вы наглые отравители детей, в магазине, у которых только что сняли целую партию просроченного детского питания с 12 месяцев. На два месяца. И вы нам что-то предъявляете. Мы снимаем у вас детское питание просроченное, и вы нам что-то предъявляете. Вы бы язык свой засунули куда подальше и помолчали. Ну так вот, поэтому ты и бабуля, блядь. Где оскорбление-то было? Чё оскорбляешь, говорит. А потом следующее. Я старше тебя, насколько? Ну так, поэтому и бабуля, нет? Блядь. Ой, блядь, Хесушок, стань на колени, извинись перед Юликой и Кузьмой, ты неправильно поступил, я долбоёг, ты понимаешь, что ты прав. В этой ситуации, но всё равно вставай на колени. Ладно. Знаешь сколько больше, чем ты? Уважение к тебе пропалка, отматериться у нас начало, когда девчонку начало за руки. Девчонку я, во-первых, за руки, вот оно, чтобы меня не надо снимать. А, и маску у неё пыталась тащить, да? А шо ж вы всё ребятами маски-то? А, нормально, это нормально поведение, а то, что я просрочил ещё, это не нормально. Чё это они всё время у маски, блядь? Правильно, в торговом зале нам можно находиться маской. Сейчас заявление будут писать, я документы полиции предоставлю, опознают меня, не волнуйся. Но это отношение к ней произошло после её поведения, когда она просто за руки на сначала хватать, оскорблять, маску стягивать девушке. Я вас не оскорбляла, матом я слова не сказала, а вот что ты меня оскорбил, это было. Вот, друзья, вы видели видео, вы знаете, как всё было. Кто из нас врун? Я или она? Пишите в комментариях. Лайков много набрал, заработал, я тебе говорю, как на заводе тебе работал? Благодаря тебе много. Ну и мол, конечно, поделимся тогда. Да, говорю, как только вы начнёте работать, сразу и мы уйдём на завод. Ты так не увидишь, раз ты много заработал-то? С тобой нет, ты и так, смотри, достаточно на просрочке зарабатываешь. Конечно. Да, да, вот. Бля, может, тоже на завод пойти работать? Покупаю. Я слышал в Америке, да хуя на заводах платят-то. Чё я тут сижу, блин? Хуйнёй какой-то вообще занимаюсь просто. Почему? Едю, чё-то смотрю. Ты же всё свежая, всё, давай, я даю деньги. Какие-то реакции, блин, дешёвые, реально. Я вам говорю, я не буду вас. Почему? Потому что вы мне все истрепали нервы. И что теперь? Вот, я даю деньги, всё. Я могу отойти, дайте отойти. Я говорю, что вы нашли для своего фильма, что ли, ребят? Так я говорю, вот деньги, какая жертва, всё. Какое поведение недостоин мужчины, чувак. Какое поведение? Просрочку детскую искать? Какое? Чё, блядь. Настоящий мужчина должен жрать всё, а не выделываться, блядь. Ежи. Моё поведение-то? Просрочку детскую искать? Не достойно мужчины? А что-то достойно бухать по вечерам? Давайте, я куплю, я готов. Блин, отхужи его, пусть. Вот, всё. Откуда отхужи? Вот, я деньги даю. Это правильно. Просто подень. Вы один друг, я тут. Оба. Я беру оба. Я готов. Ля-ля, цикует, цикует пробивать. Боится, блядь. Понимаешь, что это? Я не знаю, ребят. Вы нашли, я говорю. Что? Крайний? Что? Я не пойму. Или что? Кто нас за руки хватал, тот и крайний. Вот. И всё. Товар-то можно? Да, пожалуйста. Ну ладно. Мы не гордые, сами возьмём. Просрочек что ли пробило? Ещё один чек. Бля, дура. Ой, бля. Фу. Как-то там алкоголем воняет. Артём, уважение, почёт. Спасибо. Артём, уважение, почёт. А, тебя воняет, да? Да. Я так и понял сразу. С одной стороны магазин провонял просрочка, и с другой вот защитником этой просрочки. Ну, друзья, ещё один чек. Да. Я напоминаю. Мы в городе Щёкино. Вы просили долго, мы приехали. А то, что вы не зашли на ТЭП, он не должен, чтобы сейчас займёт. Точно, пишите. Что, что выйти хотел. Не разговаривал. Он работает, надо в день. Ой, ебать, кто пёрнул там. Ебать, вот это нахуй жахнуло. Жёстко. Мне больше нравится то, как он чек показывает, и в чате сразу, ебать, руки сухие. Кто-то напишет, ебать, руки сухие. Здесь выход, да? А вы не имеете права, что это выход. А почему? Как, вы меня обманываете, зачем? Я посмотрел план эвакуации у вас у входа, там написано выход. Это наш выход, понимаете? Там просто написано выход. Вы меня дурите. Здесь укусим и одеваемся. Кто же в этом виноват? Вот значки выход даже. У нас здесь находятся деньги. Я эвакуироваться хочу, мне дают... О, спасибо за информацию. Блядь, нахуя такое рассказывает? Замасто выходите. Так дверь закрыта. Я вас выпущу. Ну, попозже чуть-чуть, ладно. Заметьте, она мне сама же разрешила выйти. То есть, все-таки-то... И сама же рассказала, где деньги. Как это получается? То разрешает, то не разрешает. Как понять? Ну, собственно, как мне кажется, фишка магазина магнит, смотрите. Вот эти чипсы просрочены. Сегодня 11, они до 10-го, 0-3-го. Берем эти чипсы. То же самое просрочены. А эти, видимо, раньше просрочились. Они увидели... И вуаля! Срок годности стерт. Или его не было. Естественно, они скажут, что его не было. Но мое субъективное мнение, что в наглую стерли срок годности. И она именно в этом месте, пачка, очень сильно помята. Холодильничек. О, чудо! Просрочено. Вода просрочена? До 11-го, 0-3-го. Просрочено. Вся просрочена. Друзья, чай, вот выше, прям над спрайтом, до 15-го, 0-1-го, 21-го. То есть, за сроками, походу, в этом холодильнике точно никто не следит. Опа! До декабря 2020-го года. Просто... Мне кажется, там даже водка просрочена. Чипсы до 02-го, 03-го тоже просрочены, чипсики. Как раз Coca-Cola к чипсикам и то, и то просрочено. Ну, чтоб наверняка отравиться. И эти тоже просрочены. До 02-го, 21-го. Причём в перемешку. И свежие, и просроченные. Пиздец. С такими только самих... Уже две тележки полные. Опа! От 05-го, 02-го, 21-го. Срок годности в тепле 25 суток. Сегодня уже 11-е, 03-е просрочено. Вот, битые яички лежат. Само собой, по-моему, сон пину то, что Кирилл... Я так понимаю, люди уже специально выписывают хуйню, чтобы, блядь, поп... Чтобы их сфоткали! Блядь, бать, ты точно думаешь, в Америку переехал на арендованную хату и самый... Пизд! Это я, да, ещё, блядь. А ты никуда не переехал и думаешь, что самый умный, дохуя, или что? А? Зовы запрещено. Ладно, просрочку они не увидели. Но видно прям, что яйца битые. Хорошо, сотрудники магазина Магнит умеют закрывать глаза. Друзья, смотрите, какая красивая надпись. Упакована под вакуумом. И что мы там видим? Куриные ножки тоже хотят дышать. На рыбу, наверное, смотрелись. Хлебушек. Смотрите. От 05-го, 03-го, 2021-го. Срок годности 24 часа. Сегодня 11-е. Молодцы. И у нас кончились тележки. Уже две тележки полные просрочки Уже с горочкой И самое страшное, друзья Они уже знают, что просрочка Они понимают, что это все тухляк И до последнего защищают свой тухлопритон Детская просрочка, им прямо указали Нет, мы будем перепроверять Он портит товар То, что просрочен, насрать Он портит товар Булочки от 06-03 Но они же не знают Что он испорчен Считаем вместе 7, 8, 9, 10, 11 Сейчас ночь 11-го должны были снять Тухляк Ну что, мы уже где-то полчаса ждем сог Надеюсь, кто-нибудь приедет Друзья Где тухляк в магните спрятан Тоже просрочено Уже две пачки клипса просрочены Смотрим третью Удивительно, от 19-го года Тоже просрочено От октября 19-го Вот мне не смешно Грустно, что вам смешно Тоже просрочено И до 15-го, 02-го, 21-го Тоже вся пачка просрочена О, спермин Я жвачка знаю И это на кассах То есть, вы понимаете Вот нас снимают, улыбайтесь Все, что ее заботит Не то, что вот Ля-ля Жи есть 5 пачек 6 пачек просроченной жвачки Сняли прям рядом с эркасой А то, что нас снимают Улыбайтесь Шоколадка, Аленка Мне кажется, специально Пришел закупаться просрочкой Вся просрочена Просто показываю Это ужас До 06-го, 09-го, 20-го На полгода HD-KVGX Ух ты, бля Спасибо тебе большое За новоплатную подписку Просрочно, вы понимаете Больше, чем на полгода Получается Улыбаетесь Просрочно Улыбаетесь, да Она улыбается Потом в больнице будет лежать А она все улыбается Киндеры Тоже самое Внизу Чтобы удобно было До 02-го, 21-го Все до 02-го Позор такому товароведу Здорово Здорово А знаешь, что мне подарила Мама Дизи На Рождество Вот такая вот штука Вот такая вот штука Вот Обычно Я помню в советское время Бабушки хранили там эти самые Эти самые Нитки С пуговицами А здесь В Америке Здесь В Америке Внутри этих штук Настоящие печеньки Реально И вот тут написано Пати Хрисмас куки Кис For you И собачка нарисована Реально И я такой думаю Блин, сейчас открою А там, наверное, эти Ниточки, иголочки А тут открываешь А тут реальные печенья Причем те, которые она сама готовила Чтобы вы понимали Вот такое вот Воля какая Не знаю Тухляк Не тухляк Ну я Я Я маме Диде добираю Поэтому По-любому Тут все нормально Приготовленное Самим Тут как бы Срока годности нет Нормально Две тележки Битком уже набитые Просрочкой Хамство Неуважение к покупателям Позвоним на 102 Вызовем сами полицию Раша Пиздец У него еще и на шапке Флаг Ебаный свет Здравствуйте Хотели бы вызвать полицию По адресу Щекина Улица Ленина Дом 52 Магазин Магнит Что там? Не надо ей портить товар Откуда Сейчас зале Нападет Уже был звонок Ожидайте Ну а приедет кто-нибудь? И бросил трубку Вот такие на 102 работают Ну я думаю Вы слышали кто там Вроде представился Звоним еще раз Такая полиция Нас бережет И снова не берет На туалет что-ли сидит Бегает между подходами Ну что ты душишь Сказали что сейчас приедут Наверное жеребий кидают Кому ко мне ехать Ну два Ну все Трубку никто не берет На 102 И сбросили просто Звоним в отдел полиции В дежурную часть Интересно Там такой же сидит Собственно В дежурной части Тоже трубку брать не хотят Что у вас мусора что-ли одни Трубку-то никто не берет Вот все что я слышу из телефона Звоним в дежурную часть Связь с космосом пошла Прекрасные звуки Нихуя С военной базой что-ли связывают Человек наверняка бросил трубку Ну что Звоним в третий раз И опять в дежурной части Никто не берет трубку Уже третий раз И вновь 102 И вновь трубку никто не берет Убивают тебя А ты ждешь Давайте на 112 112, Сокинский район, слушаю Здравствуйте Хотели бы вызвать полицию В магазин Магнит Что у вас случилось? Негодяй портит товар И отказывается платить На 102 На 102 звоним Они сбрасывают просто Адрес какой? Адрес Сейчас скажу адрес Адрес какой? Ебать, они там разговаривают Конечно На 102 звоним Они сбрасывают просто Адрес какой? Адрес Сейчас скажу адрес Город Чокино Улица Ленина Подожди, стоп Товары отказываются платить На 102 На 102 звоним Они сбрасывают просто Адрес какой? Адрес Сейчас скажу адрес Учеряло Город Чокино Улица Ленина Дом 52 Что он у вас там портит товар? Да Оставайтесь на линии И соединяю вас с полицией С полиции, блядь, соединяю Повиси на трубке, блядь Козёл ебаный, нахуй, чёрт, блядь Долго Давайте Ещё кинополиция, дежурная часть, здравствуйте Здравствуйте, дозвониться до вас не можем Хотели узнать, приедет кто-нибудь в магнит на улицу Ленина, 52 или нет Обязательно подъедут, выехали к вам А то час уже ждём Сколько примерно ждать, скажите? Из Москвы едут, походу, блядь Понятно Пульскую область Ну ладно, ждём Через 112 кто-то ответил Ксюш, как хлеб-то весь просроченный оказался? Спасибо, что помогли, сейчас спишем А, как так-то? А, обычно У вас это обычное явление, что всё просрочно Вся партия хлеба просрочена Обычно Такие вот тухлые, протухшие сотрудники Просто обязаны получить штраф Друзья, вот нам уже покупатели случайные приносят Смотрите От 05-го, 02-го Блядь Принёс такую просрочку Довольный, блядь Ля, ты крыса Друзья, вот нам уже покупатели Ля, сука Случайные приносят Смотрите От 05-го, 02-го, 20-го Срок годности год Просрочено Пойдёмте ещё посмотрим То же самое Просрочено И это просрочено Сказал, что не парашник Само собой Со скидочкой Ну, нормально В силе магнита Пивход тоже просрочено До 12-го, 20-го Ебать, даже пиво просрочено Где, я вон Вот и полицейский Опа Ну всё, началось Здравствуйте Здравствуйте Там полиция Игорь Смитрий Викторович Лёгко Проблема заключается В двух тележках Просроченного товара Видео под названием «Приехала крыша магазина» Ну всё понятно В двух тележках Просроченного товара Да Угу И что вы хотите По этому поводу Ну, что должен сделать Любой гражданин ответственный Написать заявление Логично Ага Вы в курсе, что это Прерогатива Распотребнадзора Ну, а вы передадите Заявление в Распотребнадзор Логично Здравствуйте Здравствуйте Ну что Заявление Да, конечно Чё? Пойдёмте Бо, пенис пришёл Блядь, пенис детров нахуй Кто? А кто это как говорит? Не, на месте Зачем? Что на месте? Напишу заявление На месте Место совершения административного правонарушения Лебать, глухарь приехал Ничего себе, блядь Можно преступление Мы с вас берём только объяснение И заявление А осмотр не будет Место происшествия Конечно В рамках Пена Ха-ха 238-я часть вторая Какая? 238-я статья часть вторая Ага, и что-то она А вы не знаете? Ну вы мне проясните Вы же наш знаток Я естественно знаю Грустно, что вы не знаете Ясно Так, начинается самое интересное Быдло-мен приехал Ага, понятно Ага Товара опасного для жизни Здоровья детей до 6 лет Детей до 6 лет Мы при... Да Мы приобрели детский сок 12 месяцев Как, ты в осмотр Место происшествия Не будете делать Не знаю, это мы сделаем Раз уж вы так хотите Блядь, не я Чё, это закон хочет Грустно Еще и платы подписчиков, блядь Ну как это вообще возможно? Как таким говнюкам, как ты, блядь Тебе вот выпадает Платная подписка Подарочная Директор магазина, шо ли? Или я не понимаю Или любитель тухлого Покушать Ну что вы это не хотите? Ну, разъебал Ну и отлично Все ради хайпа, да? А, то есть Все ради хайпа Все ради бабла Нет, да у вас все ради хайпа Я смотрю А, ну понятно Так вот, кто эти комментарии-то, блядь Оставляет, реально Ну Мне тоже самое пишут, блин Понятно Вот такой вот сотрудник полиции Да, да, да Если, конечно, сотрудник полиции Ага Я вам представил Сможет вам удостоверение показать, нет? Можете жетончик еще повесить Жетончик бы с радостью повесил Суточное дежурство, видите, что произошло? Все, вижу Вопросов нет Пожалуйста, не вопросов нет Снимите номер, снимите вы что-то хотите Не удостоверение Я же вам представил Логично Логично Ну, разговаривать, как не сотрудник полиции Ну, правда Это вам так кажется? Мне не кажется Васин, Виталий Викторович До 25-го года Капитан полиции Вижу Это склад ощущение, что вы защищаете вот эту помойку Я никого не защищаю У меня нейтральное мнение Никого не защищает, приду в полиции работать Че тогда работаешь-то? Ну, точнее, прошу прощения, служишь Давайте сейчас заявление Давайте сначала объяснение Потом вы напишите, соответственно, заявление Давайте сначала заявление Потом объяснение Пожалуйста У меня, куда себя бы Протокол принятия Дианыч, здравствуйте Спасибо за переподписку Ну У тебя тоже наступающая Реально Где ты там сейчас чилишь? В каком месте? Заявление 141 сетев ПК То есть писать вы, собственно, наручно не можете? Нет, конечно Киев Руки болят, столько просрочки собирать Нормально Вам скинут ваши друзья Хорошо Ваш пастор Будьте добры Необходим? Очень Могу продиктовать свои данные Я хочу удостовериться в вашей личности Хотеть вы можете все, что угодно Я могу продиктовать свои данные, конечно Ну, а как я могу Да никак, я заявитель А на каком основании вы хотите у меня документы посмотреть? Удостовериться в вашей личности? Сошлитесь на статью закона Хотеть вы будете где-то в другом месте Когда вы на службе, ссылайтесь на статью закона Ну, вы заявитель Да Ну Нет в законе такого, что заявитель обязан предоставить документы Или вы этого тоже не знаете? Тюляк, спасибо Статья 13 закона о полиции Права полиции Почитайте, в каких случаях вы можете потребовать у меня документы Напомните мне, а то, может быть, я запомнил Не Дальше консультация платная 5 тысяч сейчас Хорошо, давайте, ладно Продиктуете за меня Да Мы потом все равно проверим Так проверяйте, кто же вам мешает Грустно, что вы не знаете Да, да, да Или делайте вид, что не знаете О Еще полицейские Человек выявил А вот эндер Количество просроченной продукции Чеба, там кого-то Там кого-то прирезали, блядь По горлу с ноги в это, в это, въехали Звук такой Тендер Количество просроченной продукции Еще раз А вот эндер Количество просроченной продукции Пиздец Кого-то, блядь Сердечный сриступ Схватил, блядь, от просрочки Обе просроченной Обе колешки? Да То есть, и эта, и вот эта колешка? Да Соответственно, опросить Конкретно каждого Объяснения Девушки Не, девушка не будет давать объяснения Я заявитель, я буду давать объяснения Давайте мы как бы не будем указывать сотрудникам полиции А кто же вам будет указывать, если не народ Поэтому, как бы не вам решать Мне решать? Нет Давайте, удостоверение ваше можно, вы кто? Вот, пожалуйста, мое удостоверение Блядь, а они же одинаковые Под полковник полиции Тиняков Максим Юрьевич Под полковник полиции До какого? Вы закрыли пальцем до какого угодно удостоверения? Удостоверение годное До какого угодно? Значит, фамилия моя Тиняков До какого угодно удостоверения Сотрудник полиции Полицейский Вы не полицейский? До какого угодно удостоверения? Не будете меня провоцировать До какого? Я простой вопрос даю Представьте Представьте Удостоверение До знакомления Еще раз В сериале такой, блядь, смелый был А здесь что-то стоит там на стороне, блин До какого года удостоверения? Опроси, пожалуйста, девушку Ясно Просроченный Вы из отдела полиции приехали, полицейский? И почем? Вы из отдела полиции приехали? С вами я уже как бы перебеседовал Представился Вы из отдела полиции приехали или из мусорки? Все показалось Из мусорки или из отдела полиции приехали? Б-б-б-б-б Да это вы провоцируете предъявить удостоверение до полного ознакомления Я его представил Лестер Флэйч, спасибо Что я и о чем Поэтому как бы На этом около Да Здорово Ну вот, раз, два Вся первая статья хотите воспользоваться? Да Ну вот, раз, два, молодой человек Два молодых человек Ну, там он всякий Ладно, пока там Продолжим с вами Мент, мусор, полицейский Уж не знаю, кто чудит Ну не надо так на оскорбление Так я и говорю, что не знаю, кто это Так, на данный товар Смотрите, полицейский Я считаю, поставлю свою безопасность Поскольку данный человек с оружием Не показал, до какого у него годного удостоверения Ну, во-первых, нет оружия Ну, данный человек не показал, до какого у него удостоверения годно Представил с полицейским Я поставлю свою безопасность Заявление? Вы не будете сейчас на месте решать вопрос Вам все через заявление Вот так будут тебя убивать А мент всего-то Вместо того, чтобы помочь защитить Подойдет и скажет Пиши заявление, через месяц разберем Вы пишите заявление, вам через месяц ответят Конечно Ну, мусора все-таки, мне кажется, щекина Что до меня? Предлагаю так списание на это все составить Как будто это все до тебя было утилизировано Нихуя че придумал А, сейчас Я разберусь с заявлением сначала Мне кажется, это крыша приехала Полицейский, удостоверение, покажете до ознакомления Не надо перечать, как вы вести себя агрессивно, вызывающе Как? Я вам представил свое удостоверение, показал Нет До полознакомления Вы не будете, да? А вы в мусорку или в отдел полиции? Друзья, пишите в комментариях свое мнение В том числе Детей до 6 лет 11.03.21.18.13 Магазин Магнит А вот Андер по адресу Чокина Ленинг 52 Приобрел прослушный товар Сон БСО Объем 0.97 Стоимость 169 рублей 99 копеек Со сроком годности 27.02.21 Правильно? Да А также 11.03.19.09 То есть напиток, сок содержащий огуша В количестве двух бутылок Объем 0.3 литра Правильно? Со сроком годности 1.0.20 До 20.02.2021 До 2.0.3 До 3.0.3 До 21.0 Данный товар Подназначен для детей С 12 месяцев Далее Читаю, что данный товар Опасен для жизни Здоровья граждан В том числе Детей До 6 лет Отлично Да Пришел неизвестный мужчина Прошу Прошу Привлечь Магазин к ответственности Похожий на сотрудника СБ Вместе с тем Подполковником И еще одним полицейским Одним полицейским Администрацию Магазин Ага Пошло дело Привлечь юридическое лицо АО Тандер К ответственности АО Ля какой Блядь Серьезный Дядя Выбегал Даже на улицу Общалась С полицейским Подполковником Вон тоже Полицейский На телефоне Ходит Что-то обсуждают Товаровец Спрашивает Где их главный Куда вы мой товар Увозите У меня там куплен У меня тут Не надо мой товар У меня тут Купленный товар Лежит Зачем вы мой Купленный товар Увозите Вы издеваетесь Что-ли Посмотреть Мы посмотреть Чего сореть Непонятно Да вот у меня чеки Я только что Полицейскому Показываю Ну вы же не все Тележки купили Нет естественно Не надо же весь товар Возможно там у меня Еще есть купленный товар По которому я просто Не сделал заявление Ну так вы будете его покупать Я бы уже купленный Уже купленный Там есть Есть еще купленный Да Который возможно свежий Поэтому я понял заявление Не делаю просто Давайте продолжим Давайте Китать Так на чем мы остановились Крыша Сами понимаете Что по факту Как бы да Будет Скоро всего здесь Административное правонарушение Я понимаю Но мы же не можем Сейчас квалифицировать С вами Не можем Правильно Я говорю Предполагаю Я вам Правильно Правильно Все дядечка Какой-то с вашим Полковником ходит Хотя может Не полковник Это Артем Алексеевич Уж не обижайтесь Бак Если вы это все делали То есть Не на камеру У меня в по-моему Было намного Больше уважения То есть Потому что Все-таки Я с вами согласен В данной части Но Когда вы это делаете Не на камеру Причем Прикольный кадр Получается Реально Сейчас Здесь слово Вот Бак Если так посмотреть Это как ребус Мусорный Бак Ой Я с вами согласен В данной части Но Когда вы это делаете Не на камеру Это как раз Выглядит Что вы действительно Об этом А потом Вот сотрудница Магазина Берет нас Хватает за руку Пытается с девушки Стянуть маску Выбить телефон В этом магазине Секундочку Если вы заметили Что в данном магазине То есть Присутствует Видеонаблюдение То есть И оно Как бы Вот эти все Видеокамеры Они подключены Не к этому магазину То есть А к их управлению А вот записи Чудесным образом Бывает пропадают Я не знаю Как это происходит Чудо Ну вот Было уже Такой опыт Нет Ваше право Я понимаю Я просто объясняю свою позицию Вы же общительный И я общительный Мы же общаемся Вот Тем более Благодаря видео Люди узнают Как правильно себя вести В магазине Где смотреть Сроки годности Условия хранения Любой товар Мы берем То есть Можно поискать Он либо на донышке Либо на крышечке То есть Либо на шве Логично же Ну вот Смотрите Вот например Морской коктейль Он не просрочен У него нарушена Вакуумная упаковка И люди этого не знают Что такое Есть вакуумная упаковка Нарушенная Это мелким шрифтом Написано Что под вакуумом Да и не каждый человек Смотреть будет Срок годности Вот ребят Стоят Вы думаете Они будут Сроки годности Смотреть Вряд ли Очень вряд ли Не Ну если они меня смотрят Наверное И срок годности Тоже смотрят Согласен Мы конечно бабулю Которая на нас кидалась Прощаем Какая бабушка На вас кидалась Вот за кассой Которая сидела И что же она хотела Так я же говорю Телефон пытался Девушке вот выбить Маску с нее Шалки школьников Унизили Хватало меня за руки Конечно материлось Тут в магазине Но мы не злопамятные Ну вот друзья Конфетки нам Активист принес От 18-го 10-го 20-го Срок годности 4 месяца Локи дай Конфетки Ну и хорошо Ты сладкая не ем Приходите к нам Работу Служить И защищать Все верно Боюсь я не смогу Смириться с той Несправедливостью Которая происходит В ваших рядах Я хотел когда-то Я когда-то хотел Даже для этого На юридический поступил Но потом Что не сложилось Желание пропало После более тесного Знакомства с органами Исполнительной власти Чеки тоже да Предлагаете Приложу конечно Я сейчас сделаю Возврат Просроченные товары Че они блять стоят Да не понимают Чего они ждут Так поместите Да блять Серьеза крыша Походу Решут Магазин Сейчас договариваться Будет Ксения Вы нужны нам Как никогда Смотрите в зале А здесь нет Нет Я уже нет Попсказала Здесь нет А вы можете Товароведа Или администратора Позвать О А сказали Что вас там нет А здесь нет Нет Я уже нет Попсказала Здесь нет Да Обманули Нам бы возврат сделать Закупленный Просроченный товар Хорошо Вот видите Вам со всей душой Сначала факи показывают Матом оскорбляют Потом со всей душой Все Денежные средства Нам вернули Чеки возврата Тоже выдали Товар изымают Все документы составлены Теперь главное Чтобы они дошли До Роспотребнадзора Ой друзья Ну и вот такие Вот две тележки Просроченные на товары И вон еще Корзиночка стоит Вы скажите Вы что с просроченной Что Что блять Все да нахуй Не будет никакой рекламы Товаром сделаете Утилизируете его Да То есть естественно Вы списываете Делать Утилизировать Как что Ложено Прогай Снять Валивай Предлагаю вам Нарушен целостность В упаковке товара Но мне нужно Спир вас писать Тогда нарушен целостность В упаковке Мы Если вы скажете Нам оплатить Мы его оплатим Потом так же Сделаем возврат Вот складывать Конечно Можно Можно Видите Полицейский Есть же законодательство Гражданский кодекс Есть Согласно которым Я могу это сделать И потом Оплатить Даже могу А почему нельзя Почему не надо Потому что Это можно по закону Потому что Это нужно по закону Утилизировать товар Чтобы он вновь Не попал на прилавок А откуда Вы это знаете Я вам гарантирую На прилавок Доверия нет Естественно От 0,5 0,2 25 суток Урочки Зря несли Я думаю Битые Они точно Не будут Выставлять На прилавок Вновь Хотя Так Естественно Естественно Если потом Где-то Я не прав Вы напишите На меня также Заявление А так Если хотите Я могу Вам предоставить Можете Вы проверять Я думаю Вы понимаете Что мятые банки Запрещено Реализовывать Мятые банки Это никогда бы Об стенку там Откидали А Ну я об стенку И они стали мятами Напишите заявление Если считать Что я об стенку кидал Чё бля Чё Вы бы лучше Не фиксировали нас на видео А пошли конфеты Просроченные Убрали Шесть коробок Которые там стоят Так посмотрите Шесть коробок Просроченных конфет Стоит еще Ну вот Просроченные И там еще Шесть коробок стоит Или пока Мы вам не принесем Вы не поверите Сделайте работу Хоть какую-нибудь Сами Тём Он говорит Не просроченные Пойдем посмотрим Не просроченные говорят Нет Говорят Старые коробки Соскочили Сейчас вернулся А продуктов Уже нет Что такое Нет ничего Мы уже разобрались Не просрочно Нет Оно просто бумажки Забыла Не вырезан Тот логотип А То есть просроченные По документации Которые есть в коробке Ну это вот По документации Которая коробка здесь А чему же вам Вашим верить Естественно документации Потребитель верит В первую очередь Сейчас это заберем Значит так же Что спорит Нет чтобы убрать Все глупости Что вы объясняете На слово мы вам не верим У меня тоже Вы скажите Рыба вот эта нормальная Или нет Она не просрочена Развакум Тоже наверное Утилизировать Такой будете уже Отлично Хочет вы понимаете Интересно Когда сотрудник магазина Является понятой Сами себя наказывают Ну что Одну тележку Утилизировали Пора вторую Друзья Пока мы вскрываем Просроченный товар Активист приносит нам Все новые и новые находки Смотрите Вот как должен выглядеть Срок годности И вот как он выглядит На этой пачке Просто ничего нет Тоже Один из удобных способов Продавать тухляк А вы не подскажете Где здесь срок годности Это Данил Степанов Да Да Свежих вопросов нет Это продается Вот так Упаковка Чтобы потребитель Купил Он должен открывать Все пачки Смотреть Отлично Мы кидаем сюда В общую корзину Все Полицейские товары Да я не знаю Степанов Или Степанов Кто там Он же твердый Я не знаю Слышно вам будет Звук или нет Само собой Он просрочен Но он уже О Какой хлебушек Красивый Он еле-еле ломается Так он вот такой С плесенью уже Фу А мне же тут Дрожжами завоняло У блять Просрочно? Да-да Друзья Да-да Даже консервы просрочены От 16.02.19 Срок годности 24 месяца Тамарная паста От консерв От 18-го года От 17.08.18 Срок годности 2 года С августа 20-го просрочена Красота Конечно С собой В широких карманах Принес Смайки Карманы широкие Три тележки Принес Позориться Так Оль Помолчи Здесь все Весь просроченный Некачественный товар Мы вскрыли Нарушили целостность Упаковки Сейчас пойдем Пересыпем конфеты Но раз они не хотят убирать Значит уберем мы И в принципе Наша миссия выполнена Ну друзья Вот Активист нам нашел Просроченные конфетки Смотрите Вот вы скажите Вы хоть раз Смотрели на родную аннотацию От конфет? Само собой Вряд ли До 11-го 20-го То есть на 4 месяца Просроченная Даже больше Целая упаковка конфет Ой бля Смотрим следующее Что-то кривовато Красивая маркировка Вот такой срок годности Просто отодрали Молодцы 240-го Срок годности С какой датой Непонятно Кейди Упаковки лежат конфеты Ой бля Легенда Третья пошла До 18-го 02-го 20-го Четвертая Прямо на нас Срок годности смотрит До 28-го 01-го 21-го Пятая До 16-го 02-го 21-го Пиздец И вот Две коробочки Одинаковых конфет Дата изготовления 16-го 07-го 2020-го Срок годности 6 месяцев Просрочена Бля Реально Походу я суп Вилкой ест 6 коробок конфет Вы понимаете Мы уже показали Наш активист показал Где конфеты просрочены А это нормально Это мы забыли Сроки поменять просто Пойдемте отдадим Да и в принципе все Главное Чтобы они в этот пол Не подняли И потом ассорти Из этого не сделали Сегодня мы Прошерстили Просто весь магазин Вообще весь Мы очень долго ждали Полицию В этот магазин 100% Вы можете приходить Сегодня Хоть магазин закрывать Через 15 минут И купите только Машин товар Итого 5 тележек Вы скажите На нас сейчас есть Заявление у магазина Нет Нет К нам претензий не имеют К нам претензий не имеют Отлично Потому что в помойке должен быть мусор Это же нормально Конечно Тем более За собой зачем убирать Тем более это вы нагадили Это вы Не было бы просрочки Не было бы всего этого Это вы нагадили Ну хорошо Наверное правильно делать Чтобы продаете просрочку Да? Это вы нагадили Правильно делать Чтобы продаете просрочку Не продаете Просрочку не продаем А не продаете Два раза Лично она мне сегодня продала Один из них Мы просрочку не продаем сейчас не разговаривать маргарин вам скинуть я думаю конечно вам скинут вам покажутся до свидания ну что друзья вот закончился наш рейд магазин магнит в принципе вы все видели сами неадекватные абсолютно сотрудники неадекватная от слова совсем товаровед пишите в комментариях что думаете о поведении данных сотрудников мы пробыли здесь до победного все магазин уже сейчас закрывается 2200 главная наша цель сегодня выполнена и это не может не радовать весь просроченный товар мы сняли с прилавков убрали утилизировали это самое главное теперь пока